Дамы и господа, Лига Сибирь представляет вам трех раундовый поединок в легчайшем весе и ваше внимание на экран. Самый тяжелый у вас соперник, это Олег Борисович для меня, для той высокой категории. Можно сказать, это для меня практически он был. Если я прохожу турал Радимова в этом бою, то во всей вероятности мне могут дать титульный бой. Это уже как будет смотреть матчмейкеры, руководство, но вот такая информация есть. Первый цель для меня сейчас в моей жизни, да, прыгает по СССР, как получится, да, то, что сужение, так получится. Соперник хороший, видно сразу же. Универсальный боец, в принципе, дело все. Достаточно опасно и в стойке, и внизу я готов на все, кто он мне предложит. Я готов, в принципе, у меня нет пробелов в нигде. Борисов, я думаю, просто физически сильнее, ну, да, вот там крепкий, маленький, быстрый такой. Я в стойке жесткий, я думаю, и в партрию чувствуете меня. Понятно, что где-то есть какие-то вещи, где мне интересно работать самому, где неинтересно. Просто, но то, что я универсальный боец, он универсальный боец здесь. Смысл в том, кто готов лучше, кто лучше готов к того и козы. Я считаю, что я готов лучше. Я настроен на все, на все 100, дорогую операцию. И я планирую, начало выиграть и за то, что выиграть. Будет проводиться по Бокс ТВ с 1 октября. То есть нужно следить за анонсами и смотреть этот, несомненно, интересный репортаж о жизни бойцов и спортсменов. В одном поражении. Дамы, господа, его стиль рукопашный бой. И он представляет город Кострова. Встречайте! Абек! Тамп Краб! Парк Писов! Его замерник в красном углу клетки. Бойцу 28 лет. Рост 172 сантиметра. Вес 62,5 килограмма. Его профессиональный рекорд 13 боев, 11 побед, только два поражения. Его стиль ММА. Он представляет Санкт-Петербург и Баку, Россию и Азербайджан. Встречайте! Турал Ракимов! Рыгримой Лубаш Пасадский. Итак, легчайший вес. Весовая категория до 67 килограмма. 200 граммов. Турал Рагимов. Олег Борисов. Возраст, вес, рост. Послужной список на ваших экранах. Гораздо превосходит своего соперника в росте. Турал Рагимов на целых 12 сантиметров. Вообще очень высокий клетанисовой категория. Что несомненно даст ему преимущество работы в стойке. Опа! Сразу же безразведка практически начинают бойцы. Мы видим. Просто влетел с этой двойкой Олег Борисов. Олег Борисов, да. Но немножко не хватило дистанции. А вот сейчас уже в клинче он нанил несколько ударов. Это был бросок через плечо. Тоже классический прием рукопашного боя. У нас тут война криков. Тем временем очень лихо начали, ребята. Просто бескомпромиссная заруба. Да. И, в общем-то, это, наверное, даже хорошо для ММА. Мы видим сейчас, закопывая Эдгар Турал Рагимов сверху. Поединок начался очень зрелищно. Да. Олег Борисов. Оба бойца, кстати, после побед. Оба участники турнира в 3СБ. У Олега Борисова это второй турнир. Он побеждал в мае 2016 года. Филиппа Мацико в техническом нокауте во втором раунде. Он сейчас бросок будет пытаться проводить Турал Рагимов. Как бы забирает голову Олег Борисов. Тем не менее, бросок удается Туралу. Попытка зайти в сайт контроля не удается. Мы видим, очень быстро. Олег прихватил шею Турал и, видимо, будет пытаться придушить. Хотя здесь нужно понимать, насколько там плотный захват шеи идет. И не понимаю, почему не контролирует ногами соперника, если душит. Нет, отпускает Турал Рагимов. Видимо, захват был не очень плотный. И сейчас Олег Борисов пытается выйти в топовое положение. Рядом с сеткой находится Турал. Попытка подтаскивать особее не надо даже. Да, но Турал сейчас контролирует хорошо руки. И просовывает ноги, да. Проправивает. Не дает им зайти в малую сопернику. Борисов попыток не оставляет. Очень-очень напряженный поединок для обоих спортсменов. Да. Единственное поражение Турал потерпел в октябре 2014 года от славанского бойца Ивана Гучингера. В турнире М1ЧХ 52. Технический накал. Да, и вот бойцы снова в стойке. Пока более преимущественный захват находится у Турала. Контролирует спину. Работает коленями. Да, я думал, что будет бросок. Но бросок прошел, но не так, как хотел. Да. Олег Борисов сделал контрдвижение. Да, и не дал просто себя бросить на пол. Мы уже видели такое в предыдущих поединках, когда, по-моему, боец бросил, но... Да, начинал бросок один, а заканчивал другой. Мы видим очень серьезный подготовленный соперник Турала Рогимова. 17 побед, но поражение лишь. Мы видим, при такой дистанции, при борьбе, тут уже преимущество в росте и не дает никакого преимущества. Да, то есть не играет особую роль. Да. Олег вполне комфортно себя чувствует в партере. Контролирует Турала. Да, и вот Олег занимает сайт-контрол. Так, Урал пытается заправить руку и выйти оттуда. Заканчивается первый раунд. Смотрите, вроде бы вывернулся Турал из этой ситуации, но... Да, попытался сделать слип-переворот, но Олег контролирует положение. Давай, концовки! Голу прийти, смотри! Аккуратно, голову не снижайте! Не давай, я в работаю! Опа! Вот это он, конечно, зря. Да, потерял Олега из вида и тут же пропустил мощнейший удар. И вот идет уже серия добиваний. Борисов сейчас просто бросится на добивание. В очень тяжелом положении находится Турала-Рагимов. Там уже проблемы с экипировкой у кого-то. Здесь главное не лежать. Активно двигаться. И время уже заканчивается. Перетерпеть надо это. Да, Турала, конечно же, нужно потерпеться. Ну что ж, первый раунд, по-моему, большинство удара за Олегом Борисовым. Я бы задумался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... И неприятности, так скажем, у Турала. Посмотрим, как будет во втором раунде. Я думаю, они получили указания от своих представителей. От своих угловых. Тренеров, да. И будем с ним наблюдать второй раунд. Первый был очень яркий опт. Начинает с боковых сейчас Олег Борисов. Да, удар достиг цели. Тут же Турал прыгнул вперед с ударами, но попал опять в захват. Собственно, то, что нужно Олегу, да? Здесь он как раз-таки... Вполне комфортно себя чувствует. То есть можно и побить, чуть-чуть оттянувшись, и попытаться... Первый раунд опять же был тяжелым для Турала, и, возможно, Олег сейчас попытается этим воспользоваться. Опа! Это нокаут! Все! Очередной яркий нокаут сегодняшнего вечера. Вот так вот. Традиция досрочных побед на турнирах МСБ продолжается. Причем, опять-таки, может быть, какого-то даже неожиданно развелся. Ну, мы видели, действительно, Олег был очень хорошо подготовлен к этому поединку. Вот здесь такой очень важный и хороший момент у Борисова. Он провел двойку. Первый. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...